Череповские подростки отправили в реанимацию мужчину. Как сообщает Следственный комитет региона, горожанин получил серьезные травмы во время нападения пятерых школьников в возрасте от 11 до 14 лет. Преступление произошло в ночь на 31 января. Пострадавший 86 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой находится в состоянии комы. Но поскольку возраста уголовной ответственности достиг только один школьник, арестовали только его. Отмечается, что всего за неделю до этого юноша был осужден условно за разбойное нападение. Остальных пока отправили в центр временной изоляции для несовершеннолетних. В Череповце было парализовано движение из-за аварии на перекрестке улиц строителей Илла Моносова. Столкнулись две иномарки. В результате возможен был только поворот налево и направо. В прямом направлении проезд был заблокирован. Из-за ДТП 25-му автобусу пришлось изменить маршрут. Жилой дом сгорел в ДТП в Череповецком районе. Деревянное здание загорелось в деревне Городище накануне днем. Огонь охватил 119 квадратных метров. Строение сгорело полностью. Имущество спасти не удалось. По предварительной информации областного управления МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. На тушение выезжали две машины и семь человек личного состава. Череповцы, общественники и полицейские провели шахматный турнир с подростками, состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел. Партию могли сыграть все желающие независимо от уровня подготовки. В роли судей любительского соревнования выступили члены Общественного совета местного УМВД. В конце встречи судьи определили лучших шахматистов, сотрудники полиции вручили им грамоты. По словам специалистов, подростки во время игр и неформальных встреч более открыты для общения, поэтому на таких мероприятиях с ними легче проводить профилактические беседы. Подобные соревнования будут проводить и в будущем.